Всем привет! Сейчас я отправляюсь на небольшую велопрогулку по Олимпийскому парку в Сочи и приглашаю вас поехать со мной. Прямо рядом с Олимпийскими объектами здесь также находится пляж, куда мы сейчас как раз и заглянули. Пляж здесь Галечный в Сочи, но зато здесь очень хорошо оборудована дорожка для велосипедистов. Вот как раз красненькая дорожка, и здесь можно кататься. Водичка очень прозрачная. Правда, с Галькой действительно будет немного тяжеловато заходить в воду, но в целом мне очень здесь нравится. Учитывая, что я здесь не в сезон, все равно людей здесь на пляже много. Здесь очень много различных магазинчиков, где можно купить сувениры. Вот, например, вот такие зимние шапки стоят всего 150 рублей. Также большое количество сувениров, например, кружки с Сочинской Олимпиады. Вот уже показываются олимпийские объекты, это стадион Фишт. Здесь на пляже также можно арендовать байки. Единственное, что везде встречаются вот такие лежачие полицейские, конечно, из-за этого тяжеловато ездить. Сейчас как раз, пока ехали по Олимпийскому парку, я наткнулась на квалификацию чемпионата по дрифту. К сожалению, в этом году никаких нет зрителей, все из-за коронавируса. Но зато, посмотрите, все достаточно прикольно. Там машинка сейчас ездит, дрифтует, тренируется. И вот здесь вот машина как раз на квалификацию проходит. Давайте сейчас посмотрим, как один из них будет выезжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это Сочи парк. Входной билет сюда стоит где-то в районе полутора тысяч рублей на одного человека. Здесь есть экстремальные горки. Платите только за входной билет и дальше катаетесь уже бесплатно внутри. Это мы сейчас объезжаем как раз Сочи парк. Здесь есть велодорожки, они здесь предусмотрены. Интересный факт, что здесь в принципе велодорожки есть, но на самом деле их занимают постоянно пешеходы. Поэтому мне приходится ездить сейчас именно по пешеходной дорожке. Как видите, она полностью свободна, а моя велодорожка занята. Вот стадион Фишт, на котором как раз проходило открытие и закрытие Олимпиады. Здесь тоже, кстати говоря, возле Олимпийских объектов сдают прокат велосипеды, различные скутеры. Я, конечно, выбрала на редкость себе старинный велосипед, однако все равно мне на нем комфортно. Вот такая здесь большая площадь. Это у нас Планетарий. Здесь под вечер большое количество велосипедистов, но, честно сказать, дороги в принципе нормальные, поэтому кататься очень классно. Давайте сейчас подъедем к парку с другой стороны, покажу вам классную горку, на которой планирую потом прокатиться и обязательно сниму выпуск из Сочи парка. Вот как раз та самая горка, о которой я говорила. Посмотрите, она достаточно высокая. И здесь также есть колесо обозрения. Оно хоть и небольшое, но в целом прокатиться можно. И для тех, кто сильно боится высоты, колесо достаточно не страшное. Оно небольшое. И мы с вами едем дальше, к чаше Олимпийского огня, потому что именно там есть светящийся красивый фонтан, который каждый день 20 часов показывает нереальное шоу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... не забудьте ее оценить лайком подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить следующие выпуски всем до скорых встреч всем пока пока а а а а